здравствуйте в эфире программа в центре внимания студии надежда пархунова общественно культурному центру исполняется 15 лет это конечно событие большое потому что мы все помним как отстраивался как построился и мы все очень любим общественно культурный центр и о его дня дне рождения мы будем сегодня говорить с директором общественно культурного центра надежды ивановой багровой здравствуйте надежда ивановна 15 лет неужели мне кажется сейчас очень многие ну в первую очередь вспомнят некую бастилию наверное молодежь не знает о чем идет речь вспомним сегодня мы все вдруг подумаем ничего себе уже 15 лет ведь это же уже срок для такого центра подросток уже подросток да 15 лет как будто бы вчера это давайте мы поговорим о вашем праздновании вашем дне рождения когда вы отмечаете день рождения и какие будут праздничные мероприятия наша дата это 14 декабря официально общественно культурный центр открылся 14 декабря 2007 года но мы все помним или может быть кто-то помнит что первоначально его открывали еще в сентябре 2007 года провели амурскую осень и потом снова закрыли на доработку и уже официально по документам мы празднуем с 14 декабря 2007 года и вот буквально завтра у нас исполнится ему 15 лет то есть общественно культурный центр это масса мероприятий которые проходят на нашей территории ну и самое главное что это не только один ок отца это не только здание указа это множественные структурные подразделения которые за эти 15 лет мы приросли это и лагерь гагарина и парк дружбы и филиалы и харбин и меридиан то есть вот мы такими большими но это же коллективы надежды и ванны я представляю что наверняка ребята которые туда приходили еще совсем детьми танцевать заниматься театральным искусством заниматься самыми разными другими творческими делами сейчас уже выросли и могут также отмечать этот день рождения потому что это их родное место где они себя показывали уже стали уже детей своих приводит что сами занимались теперь уже детишек приводит да у нас более 30 коллективов творческих причем разного направления не только дети но есть еще и взрослые молодежь взрослые есть 55 плюс у нас коллективы которые тоже приходят в каце занимаются и потом показывают на сцене то что они научились это танцуют прекрасно поют то есть ну жизнь такая кипит в укаце у нас сейчас каждый квадратный метр задействован потому что он до строго все по расписанию одно ушло второе мероприятие пришло третье потому что в год у нас проходит ну где-то более 600 мероприятий причем самых разных мы можем вспомнить в этом году и театр вахтангово мы можем вспомнить когда-то раньше там проходили амурский экспо форум ну просто такая огромная история но дорожественные мероприятия концепты спектакли детские елки утренники свадьбы то есть это все многое проходит сейчас в окаце и если говорить о том что за этим всем стоят люди то есть вот коллектив конечно это коллектив и у нас достаточно такой работоспособный коллектив потому что люди которые хотят вечером отдохнуть мы работаем на следующее утро кто-то проводит мероприятие мы работаем в праздничные дни идут мероприятия мы снова работаем и так каждый день у нас такое небольшое затишье только в летний период времени но мы все переключаемся на замечательный лагерь гагарина да у нас дети тоже благодаря творчеству творческим сменам развиваются и приезжает нам с удовольствием в лагерь гагарина ну давайте мы подведем если можно так это выразиться некие такие ну итоги или шутливые может быть не шутливые может быть осмыслить как-то какие бы вы назвали самые значимые мероприятия за эти пять лет которые проходили в общественном культурном центре может быть не сколько значимые для вот какого-то для области да или там для страны а вот именно для вас или может быть самые яркие вот чтобы вы выделили вы знаете мы начинаем свой сезон всегда осенний сезон только с одного мероприятия это амурская осень и вот для нас это событие но и для благовещенской для амурской области это событие очень радостно что ежегодно она проходит в общественном культурном центре постоянно что-то новое что-то интересное и все с нетерпением ждут амурской осени мы стараемся что-то новое сделать там приготовиться все наш концертный сезон открывается именно с амурской осенью для нас это очень важное мероприятие ну какой-то сезон амурской осени который вам особенно запомнился и вы вспоминаете как некий пример вот чтобы не хуже как вот тогда знаете но самый запоминающийся это наверно театр вахтангова в этом году это такое событие потому что ну вот каждый кто побывал на спектаклях театра вахтангова до понимают что вот в москве когда ты бываешь да ну наверное не всегда ты пойдешь даже ценовая политика максимально же не всегда можно достать билет даже билеты не достанешь и конечно же здесь для вот всего благовещенской это событие а для нас какое-то событие мы так с нетерпением ждали эти спектакли мы переживали что мы не сможем но технически смонтировать организовать размонтировать но мы все смогли и в ночь работали и днем и вечером ну то есть все все получилось и самое главное это зритель остался довольным зритель остался в восторге я просто надо за себя сказать за своих друзей потому что когда-то видишь что привезли декорации такие огромные красивые когда мы смотрим полнометражные спектакль с декорациями с актерами с массовками но это конечно это это огромное событие это огромная работа и приехать со столькими декорациями скажем так в на дальний восток и только для благовещенска это конечно очень круто и принять такое это тоже очень почетно надежда ивана хорошо а что планируется такого или может быть есть какая-то мечта или какая-то цель вот вы хотели бы обязательно чтобы это было в окаце прошло или может окаце осуществил за 15 лет к нам столько артистов приехал вот я даже не могу сосчитать наверное мы сначала пытались фотографии каждого артиста там запечатлели повесить фотографию в коридор чтобы это было видно но на самом деле такое количество артистов приезжало что на сегодняшний день даже ты уже не вешаешь эти фотографии но их некуда просто вешать более ста может более двухсот а ну очень много и на сегодняшний день сказать вот кого бы мы хотели видеть но я даже не знаю наверно кого мы каждый может быть какие-то спектакли вы бы хотели чтобы так ли в этом году очень ну вернее спектаклей очень много приезжает антреприза приезжает вот такие большие театры приезжает к нам приезжает звезды мирового уровня приезжали ранее да там для нас событие было когда хворостовский приехал это тоже он был именно в общественно-культурном центре его концерт был все-таки для нас это такое событие на сегодняшний день планы есть но небольшая когда была пандемия мы все прекрасно понимаем что были сложностями с концертами значит небольшая пандемия большая пандемия два года мы не жили даже три года мы очень соскучились правда есть такое ощущение что люди после пандемии с удовольствием сейчас приходят и в театр и в концерты какая у нас осень была прекрасная вот как только открыли концертный сезон и люди с удовольствием пошли хотят они положительных эмоций хотят конечно местное творчество наших коллективов да то есть выступают какие-то отчетные концерты все родители с удовольствием приходят приезжают артисты наши российские с удовольствием все идут и все смотрят конечно засиделись потому что ты сидишь в зале ты получаешь эту энергетику эмоции выходишь и тебе но хочется еще больше сделать наверное да ты получаешь такой заряд бодрости надежды ванна ну существует окац стоит на таком легендарном месте когда-то это место и недостройку эту называли бастилия наверняка есть сейчас в нынешнем укац и какие-то свои тайны привидения приметы может быть какие-то такие места с энергетикой специфической вот давайте откройте вот мне кажется это есть в любом месте где собирается такое огромное количество людей с такой энергетикой самый разный творческой а вы знаете наверное это замечает наша охрана или диспетчер который остается когда с окац все уходит остановится тишина и конечно выключается выключается свет начинается вторая жизнь но это мы наверное так придумаем такие легенды на самом деле все спокойно и как бы но диспетчер конечно говорит о том что там где-то что-то скрипнула там зашуршала там где-то что-то произошло знаете это мне кажется означает одно что укац живет и я желаю 4 часа в сутки абсолютно точно и я желаю вам чтобы следующие 15 30 45 лет укац только прирастал новыми коллективами талантами самыми интересными постановками спектаклей или может быть какими-то феерическими концертами надежда иванова спасибо вам большое что вы к нам пришли я еще раз поздравляю вас с вашим мини юбилеем таким небольшим пусть процветает общественно-культурный центр мы сегодня говорили с надеждой ванной багровой генеральным директором общественно-культурного центра о дне рождения дни рождения нашего любимого общественно-культурного центра ну а в студии была надежда пархунова смотрите нас еще до свидания а